МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИИ Не представляют себе, что такое история русской церкви в XX веке, не знают о предательстве и просто забывают. У них, как у рыбы, память очень короткая. Но самая близкая – это декларация, подписанная Кириллом Гундяевым вместе с римской папой и совместное моление с ним, за что по канонам полагается извержение Иссана, то есть еретиком совершил общую молитву. Там прямо в декларации эта молитва обращения к Богородице есть. Вот кого вы поддерживаете в дискредитации русской православной церкви, в отступлении церкви от канонов. Пока еще церковь не отошла от догматов, но жизнь этих людей высшей иерархии московской патриархии давно отступила от догматов. Эти люди живут не по-христиански, не по Христу. И уже скандалов достаточно, можно больше просто обо всем остальном забыть. Эти часы, которые там отражались в полировке стола, которые потом там затерли. И Гундяев сказал, ой, да я же даже не знаю, кто-то подарил, сколько они стоят. Да ладно, врать-то, он не знает, сколько они стоят. Он живет не по-монашески, он живет, хотя должен быть монахом. Я не могу этого проверить, о том, что дети там какие-то внебрачные. Может это есть, может нет, я не могу достоверно утверждать. Но это не христианский, это даже не христианин. Посмотрите на этих толстопузых иерархов, которые увешаны наградами, которыми их все время поощряют. Вот со стороны АКТО их награждает, Гундяев. Но и они друг друга так, чтобы выглядеть, они всерьез считают себя равными апостолам. Они на Пасху заходят в алтарь и садятся. И это символически приравнивает их к апостолам. Какие они апостолы? Вы хоть одного из них, как апостола, знаете? Как столб веры, как действительный организатор церкви, как подвижник. Да там нет таких, это чиновники. Ну, такие же, как правительство Путина. И Гундяев, это такой же, как Путин. Ну, сейчас Путин как-то с трудом стал говорить, видимо, возраст уже подходит. А Гундяев такой вот златоуст, только не из нашей церкви. Откуда-то сбоку, криптокатолик. В этом все дело, потому что есть внутри московской патриархии криптокатолическая секта. Они манипулируют, то есть у них такая принято, любимое дело, многовекторность в политике. Они тут и к олигархии, олигархов тоже беспрерывно награждают. Ну, есть олигархи, то есть варьё, по которому петля плачет. Увешенные просто десятком, не меньше, десятка церковных орденов. Кто их награждает? Это же вызов. Да, это тихо делается. Ну, открываешь в Википедии, там список наград прямо. Кто награждает-то их? Кто наших отчаянных врагов награждает? Да всё, вот это же гундяевская группировка. Криптокатолики, а может быть даже криптоиудеи. Вот у меня иногда такое ощущение складывается, что это криптоиудеи. Но для тех, кто не в курсе истории русской церкви в 20 веке, надо сказать это прямо, почему нет никакого доверия этой группировке. Потому что в 17-м году Священный Синод, тогда это была высшая инстанция, решил поменять государя, государя-императора, на патриарха. И всё будет нормально. Республиканское правление, патриарх, вот там иерархии нет, такое строгое, а у нас будет, у нас будет патриарх, и фактически он будет направлять всю жизнь России. Ну, сломали всё. Первый предатель, первый предатель, и самый подлый предатель, ну, помимо там генералитета, политиков, там промышленников, это то, что потом превратилось в московскую патриархию. Это высшие иерархи священства. 17-й год, предательство, предательство. Всё рухнуло. Именно от этого предательства. Священный Синод постановил, что всё, теперь мы за государя-императора не молимся, молимся за временное правительство. И священники с красными флагами пошли на демонстрации февральской революции 17-го года. Вы этого не знаете? Хорошо, в патриархии об этом знают, но об этом какие-то должны быть, что-то должно быть, оценки должны быть сделаны. Кто прав, кто виноват и так далее. Они не хотят этого делать, потому что, если они сделают публично, утвердят свою позицию, то это всё будет срам на всю вселенную. То есть это будет очевидное отступление от догматов православия. Они не могут этого сделать. Не могут. Они стараются это забыть. Это первое, что они стараются забыть. Второе, они стараются забыть образование. Тогда был раскол церкви на традиционную при патриархии и нетрадиционную живую церковь. То есть живая церковь. Стали там сами себя епископами, митрополитами объявлять. Потом покаялись. Это огромное количество было иерархов разного уровня и обычного священства. Потом все вернулись. Они покаялись, им всё простили, но никакого ущерба. То есть назначил себя епископом, ну оставайся епископом. Наградил себя церковным орденом, да ничего страшного. Вот, ну это можно сказать, ради единства поступили с истиной. Вот сюда залезли. А потом эти же люди, они же продолжили рукоположение. И от них вот эти ветки, ну это еретики были совершенно очевидные. Ну раскаившиеся якобы, а может быть и нет. А насколько они раскаялись, я не знаю. Вот скорее всего, коль скоро они не покаялись в грехе февраля 17-го года, то они вообще не покаялись. И от вот этого священства идёт, от епископов, епископата идёт рукоположение. Оно является действительным по канонам или нет? Я предполагаю, что нет. Я предполагаю, что нет. Или если есть, если сохранилось что-то, то сохранилось и христианское мировоззрение, чего у многих утрачено. И тогда мы просто по делам смотрим. Вот отец Сергий Романов, мы по делам смотрим. Да, там мне тоже не нравится, что у него висит, там где-то там в келье висит портрет Сталина. Может, он уже, правда, снял. Не знаю, как-то публично мне не попадались его заявления о святости Сталина и так далее. Но поэтому у меня определённое отстранение от этой фигуры, я подробно о ней не говорю. Но московская патриархия – это просто, извините, там просто черти. Просто черти. Они не хотят выйти из 20-го века из ситуации предательства. Вот предательство 17-го года, потом предательство живой церкви. Да, потом все стали мучениками. То есть предатели стали мучениками прославленного великих святых. Кто это всё сделал, не разбираясь? А следующее предательство – это 43-й год, когда маленькая группа епископов, я не помню, сколько там, 18 человек, которых специально отобрали, тех, кто послушен и подчинится, образовали Сталинскую церковь, Сталинскую московскую патриархию. То есть есть отдельная русская православная церковь с христианским догматом и христианским каноном. А есть московская патриархия, созданная в 43-м году. Вот один из фундаментальных проходимцев, ставший первым патриархом и как-то быстро очень умерший, ну что бы там, в конце в воду, митрополит Сергий Строгородский. Вот он собрал якобы архиерейский собор, или что они там собрали, непонятно. То есть там 100 епископов за рубежом, и 18 епископов, ну, чуть ли не в кабинете Сталина. Ну, так условно говоря, под сталинским присмотром они провели, определили, что у нас теперь патриарх, патриарх стал выступать в поддержку Сталина, и далее вся эта структура московской патриархии была пропитана спецслужбами. То есть там совмещение постав КГБ и постав московской патриархии, это нормально. Этот вопрос кто-нибудь разбирал, предательство 43-го года, КГБшная агентура внутри церкви. Ну, это очевидное отступление от канонов. Это предательство церкви. Кто-нибудь эту очистительную работу провел? Нет. И не собирается. В связи с этим я... Мне говорят, а ты кто такой, чтобы... Ну, считайте, что это просто мое частное мнение. У вас может быть другое. У меня мнение такое. Московская патриархия и русская православная церковь это вещи теперь уже противоположные. И если отец Сергий Романов является клириком русской православной церкви, то московская патриархия со всей ее иерархией не является частью русской православной церкви. Мы, как церковный народ, являемся частью церкви. Храмы наши, вера наша, литургия наша. Но слова за наше священство произносят люди из какой-то другой организации. Даже не из церкви, а просто из организации. Вот московская патриархия – это организация. А мы церковь. И нам точно так же надо избавиться от оккупации нашей церкви иной организации, как и от оккупации Российской Федерации иными какими-то структурами, о которых нам не сообщают. Тот лозунг, который я произношу, тихо и скромно, он касается одновременно освобождения и государства, народа и государства, и церкви от оккупационных властей. Слава Руси! Господи спаси!